Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, а я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 391 из учебника математика 6 класс Веленкин Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, у нас здесь задача. В одном ящике 5,3 кг винограда, что на 2,4 кг меньше, чем в другом ящике. Итак, запишем кратко условия задачи. Что нам дано? Нам дано, сколько в первом ящике. Дано, что неизвестно, сколько во втором, но известно, что на 2,4 кг больше. И нужно узнать, сколько всего в двух ящиках. Так, отлично. Первое, что мы будем делать, это узнаем, сколько во втором ящике. Поскольку на вот эти килограммы больше, то нужно взять то, что в первом ящике и добавить, вот на сколько больше. Да, то есть первое действие у нас будет 5,3 плюс 2,4. Итак, мы имеем дело со смешанными числами. Как же нам решить данную задачу? Нам нужно знать, как находить сумму смешанных чисел. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Там я кратко и четко объясняю, как находить сумму, разность смешанных чисел. Ну, а если ты уже знаешь или умеешь это делать, то приступаем сразу к практике. Первый пункт, что нам нужно сделать, это привести дробную часть, не трогая целые части, к общему знаменателю. 10 и 5, понимаем, что общий знаменатель будет 10, да, потому что 10 делится на 10, делится на 5. Значит, первую дробь мы не трогаем, а вторую мы приводим к знаменателю 10, дополнительный множитель для данной дроби будет 2. Так, отлично. Дальше я предлагаю сразу просуммировать целые части, 5 плюс 2, это будет 7. И под общей чертой уже работаем с числителями 3 плюс 8 десятых. В итоге у нас получается 7 целых 11 десятых. Можем выделить целую часть, да, получается 8 целых 1 десятая. Это у нас килограмм во втором ящике. Ну и осталось найти сумму первого ящика и второго, ну, то есть килограмм, которые там находятся. Опять-таки будем работать со смешанными числами. Ну, здесь уже все попроще, к общему знаменателю уже приведено, поэтому сначала слаживаем целые части, 5 плюс 8 будет 13, и дальше слаживаем дробные части, поскольку общий знаменатель, значит, работаем с числителями. То есть 3 плюс 1, это будет 4 десятых. Можем сократить на 2, получили 13 целых 2 пятых килограмма. Ну, это и будет наш ответ. Итак, в двух ящиках 13 целых 2 пятых килограмма винограда. Вот и все, и на этом задачу мы решили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт, там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк, кто не подписан, подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. И я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok